Всем привет! Ну что, сделали вы свой вот этот мини-становичек? Если сделали, то хорошо, потому что сегодня будем плести вот такое вот плетение. Такое вот квадратненькое плетение. Самое интересное в нем то, а я специально не стал его разбирать, а забыл показать, самое интересное в нем то, что если вы сделаете любой длины, оно быстро расплетаемое. То есть, если вы сделаете что-то, вам надо будет срочно берем, кто может сделать вот так, и у вас уже длинный кусок паракорда. Итак, берем вот этот мини-становичек, я возьму другой цвет, чтобы было более понятно, как делается. Вот такой кусок у меня есть фиолетового шнура. Так, берем вот этот маленький станочек и пропускаем внутрь него пока вот такой небольшой кусочек паракорда. Пропустили, и сразу оплетаем вокруг одного. Вот сюда, теперь вот сюда, теперь перекрест, возвращаемся обратно. Так, еще раз. Сюда, 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 перекрещиваем, сверху и обратно. Теперь берем вот этот, который беревочка под низом и снимаем с гвоздика и сюда подтягиваем. Вот за нижний. Тянем, сюда подтягиваем. Получается вот так. Сильно не двигать, просто чуть-чуть тянули. Теперь проворачиваем. Это уходит. Всегда будет идти он у нас сверху. То есть, смотрите, если я ухожу так, то я делаю сверху. То есть, всегда запускаем, если мы переходим с гвоздика на гвоздику, то всегда выпускаем наверху, то есть сюда. Вот так. Теперь берем вот этот. Так, 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 тихо. Берем вот этот, нижний. Так же снимаем с гвоздика и закидываем через верхний, сюда. Идем сюда. Теперь сюда идем наверх. Снимаем нижний с гвоздика и за нить подтягиваем чуть-чуть. Переходим сюда. Тут будет не натянута, будут маленько такой слабые узелки. Это нормально. Опять идем наверх. Снимаем нижний. Сюда. Снизу чуть подтягиваем. Сюда. Кстати, плетется очень быстро, на самом деле. Не сказать, что там за минуту метр, но не так уж и долго, как могло сначала показаться. Поэтому сделан этот станочек, чтобы облегчить работу тому, кто занимается плетением спаракорда. Так, аккуратно. Главное, чтобы это не слетело. Поэтому, смотрите, вот, то есть перешли здесь. Пальчиком придерживаем. Сверху сюда. То есть перешли. Пальчиком придерживаем. Так, так, так. Сюда. Я думаю, сейчас еще пару раз сделаем и этого будет достаточно. Принцип-то понятен. Стало столько времени, чтобы это все сделать. Так. Снизу чуть подтянули. Сюда. Сюда. Снизу. И сюда. То есть всегда идем наверх и нижнюю снимаем через гвоздик в центр. Ну, я думаю, достаточно. Так. Смотрите, чтобы у нас плетение не разобралось. Вот мы имеем вот эти вот два отверстия, да, и вот через них, через эти два отверстия надо другой конец так пропустить. Вот так. Чтобы не разобрался сам по себе. Ну, вот, в принципе. Видно, да, что плетение не получается. Все нормально. Он не разбирается до тех пор, пока мы не вытащим веревочку из этих двух петель. Как только мы это сделали, плетение спокойно разбирается. В общем, вот такое вот плетение для ланьярдов, для, я не знаю, для поводков, для собак. В общем, куда может завести ваша фантазия для того и будет использовано это плетение. Ну, на сегодня все. Такой недлинный ролик. Подписываемся, ставь лайк, всем удачи, всем пока.